Со дня образования казахтелефильма прошло 50 лет. Кинематографический центр создали в 1969 году, первым директором которого стал известный сценарист Турганбай Маткаримов. В результате усердия, упорства и трудолюбия творческого коллектива были сняты более 2000 документальных, хроникодокументальных, научно-популярных, художественных, мультипликационных фильмов, созданы музыкальные многочисленные киноконцерты. Были подготовлены десятки тысяч качественных телесюжетов к спектаклям и многие сюжеты для ежедневных новостных выпусков казахского телевидения. В 70-е годы на студии «Казахтелефильм» работало около 300 способных, талантливых, ярких телесценаристов, телережиссёров, телеоператоров, монтажников, настоящих мастеров своего дела. Телефильм – это такая большая-большая лодка, огромная. С нее некоторые сходили, некоторые опять заползали и так плыли до самого конца. Киноленты «Казахтелефильма» неоднократно занимали призовые места на всесоюзных фестивалях телевизионных фильмов. «Казахтелефильм» вошел в тройку лучших союзных студий. В Алматы прошла встреча ветеранов казахстанского телевидения, организованная в честь 50-летия студии «Казахтелефильм». Свою лепту в организации этого мероприятия внёс Центральный государственный архив кинофотодокументов и звукозаписи Республики Казахстан. Сотрудники архива организовали выставку фотодокументов из фондов архива, сделали слайд-показ летописи истории с помощью фотографий. Ветераны высоко оценили труд архивистов, которые собрали уникальные фотографии и подготовили фотовыставку. Они узнавали себя и своих коллег на фотодокументах, делились воспоминаниями. Здесь изображен Булат Ильясович Габитов Джан Сугуров, Шопан Хайртаевна. Это моя супруга. Она была главным режиссёром казахского телевидения и была главным режиссёром президентского телерадиокомплекса. Я почему это всё показываю? Потому что история «Казахтелефильма» начиналась вот с этого разговора. В то время я был заместителем председателя Гостелерадио, и Булат Ильясович Джан Сугуров вместе с Шопан начинали думать, каким будет «Казахтелефильм». И поэтому, когда сегодня мы отмечаем 50 лет «Казахтелефильма», вот эта фотография, она является исторической. И я хочу поблагодарить вас в первую очередь и нашего доктора наук, который является организатором этой встречи. Всё мы вот, то, что наснимали в свои, так сказать, годы, когда могли всё это снимать и работать, это всё становится документом истории. И я думаю, что ему место в архиве, в самом лучшем архиве нашей страны. В архиве сохранились около 50 фотографий, касающихся истории киностудии «Казахтелефильм». В результате поисковых работ сотрудников архива ещё 500 фотографий пополнили фонд. Из этих 500 было отобрано 75 фотографий, которые были показаны на выставке. Стенд фотографии состоял из пяти разделов. Первая часть была посвящена сотрудникам киностудии, которые основали её и работали там долгие годы. Вторая часть посвящена съёмкам документальных фильмов, а третья – киноконцертам. Четвёртый раздел включает в себя мультипликационные фильмы, а пятый – посвящён экранизации театра. В целом выставка отображает рабочий процесс съёмок, повествует о четырёх направлениях работы киностудии. В фонде Центрального государственного архива кинофото документов и звукозаписи хранится половина телефильмов, отснятых студии «Казахтелефильм». В настоящее время ведутся работы по передаче телепроектов в архив из Золотого фонда Республиканской телерадиокорпорации «Казахстан». Только в этом году в архив на государственное хранение были переданы около 150 телефильмов студии «Казахтелефильм». По словам директора Центрального государственного архива кинофото документов и звукозаписи Гульмиры Мухтаровой, на основе предоставленных фотокопий будет выпущен каталог из двух томов, посвящённый 50-летию киностудии «Казахтелефильм». Первый том, куда вошли около тысячи документальных фильмов, планируется выпустить к концу этого года. В заключении следует подчеркнуть, что сотрудники Центрального государственного архива кинофото документов и звукозаписи ведут постоянную работу по поиску, сборке, обработке и хранению подлинных документов истории. Они служат не только нынешним, но и будущим поколениям казахстанцев.